Привет! Мой любимый базовый элемент это греческая коса или коса рыбий хвост. О всех тонкостях и хитростях плетения расскажу в этом видео. Существует две техники плетения рыбий хвост. Классическая и изнаночная. Для того, чтобы заплести классическую, необходимо отделить прямоугольник из волос в зоне челки. Разделить его на две равномерные пряди и зафиксировать в левой и правой руке. Затем с правой стороны отделить небольшую прядочку и перебросить в левую руку. И продолжать так до конца косы, равномерно делая подхваты. Подхваты стараемся сделать горизонтальными и максимально тонкими, шириной 3-4 мм. Важно держать руки максимально близко к голове, чтобы коса изначально получалась достаточно плотной. Для того, чтобы волосы были более послушными, я использовала воск средней фиксации. Когда подхваты по голове закончились, просто доплетаем оставшиеся волосы и косой рыбий хвост. После того, как доплели косу и хочется прибавить объема, можно слегка вытянуть подхваты. Начинаем вытягивать подхваты от лица и постепенно продвигаемся к концу косы. Второй вариант плетения – это изнаночный рыбий хвост. Основное отличие изнаночной от классической косы – то, что вначале мы отделяем не две, а три пряди. Перебрасываем левую и правую под центральную и фиксируем в обеих руках, сразу формируя две пряди. Дальше, аналогично так же, как и в классической, отщипываем прядочку волос с правой стороны и перебрасываем в левую руку. Главное – перебрасывать эту прядь не через верх, а под низ. Аналогично с левой стороны отщипываем тонкую прядь и через низ перебрасываем в правую руку. Точно так же контролируем подхваты, делаем их горизонтально и максимально тонко. Изнаночный рыбий хвост – это единственный вид плетения, который максимально объемный и в ширину, и в высоту. Получается 3D-эффект. Это очень простые техники плетения и требуют единственное только от выдержки, потому что перебрасывать мелкие пряди занимает достаточно много времени. Я уверена, что ты с легкостью отзываешь эти техники, поэтому хочу предложить тебе вариант прически, как можно скомбинировать два этих вида. Начнем прическу с того, что разделим волосы на пробор. А затем с одной стороны я проплетаю классический рыбий хвост, немножко вытягивая пряди, придавая объем. Заканчиваю плести косу за ухом и фиксирую резинкой. Оставшиеся волосы заплетаю по диагонали изнаночной косой. При этом постепенно вытягиваю пряди и делаю косу максимально широкой, насколько позволяют мои волосы. Следующий этап изнаночную косу фиксируем в пучок. После этого перебрасываем классическую косу на пучок и фиксируем невидимкой. Прическа готова, можно еще раз все проверить. Подтянуть не хватает объема, выпустить пряди и зафиксировать лаком. Больше плетений с элементом греческая коса можно увидеть на нашем ютуб-канале. Просто переходи по ссылкам. Ну вот, теперь ты знаешь две техники плетения греческой косы. Обязательно попробуй, отпишись в комментариях, что получилось. Дальше больше. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok